На этом ролике я вам расскажу об переноске для битой птицы, а именно тароки. Для чего она нужна, ее плюсы и минусы. И расскажу о переноске, которую делает мой друг, вернее, сделал, прислал мне на день рождения подарок. И, собственно, эта вещь сделана по требованию охотников, по тем критериям и параметрам, которые ему были предоставлены. А эти критерии и параметры, они нарабатывались путем многократной практики, практики в полях и на охоте, соответственно. Что такое вообще переноска? Переноска, я возьму поменьше вариант, у меня чуть-чуть лежит на столе, переносок. Вот она, такая переноска, тарока для битой птицы. Если кто-то охотился с подоружейной собакой и пользовался игдашом, тот должен знать, что практически на каждой игдаше есть такие вот направляющие из кожи, шлейки. Они бывают более тонкие, бывают потолще, бывают с колечком на конце, бывает просто петля-петлю кожи. Но суть их не меняет. То есть это для того, чтобы мы после добычи птицы раздвинули вот эту петельку, засунули сюда голову птицы, затянули. Она у нас на удавке висит, мы пошли дальше. Но охотник на водоплавающую птицу, он не пользуется игдашом. И, собственно, количество птицы, размер ее тоже немножко другой. Поэтому для переноски именно водоплавающей птицы, а также голубей, тех же самых на голубей на охоте, используются вот такие вот тароки. Они бывают всевозможных вариантов. То есть это один из вариантов. Это короткий плечевой погон и с каждой стороны на кольце по три направляющие. То есть это перекидывается через плечо. Здесь одинаковое количество птиц, там одинаковое. Для чего оно используется? Тароку удобно очень, когда мы идем на дальнее расстояние, заходим куда-то в поля. Например, или заходим в костюме, в языка, или в вейдерсах, заходим в болото, добываем определенное количество птиц, там, допустим, скажем, 6 или 8 уток, все зависит от разрешения, цепляем, берем их за голову и как-то их несем. Берем рюкзак, рюкзак у нас будет в воде, если где-то глубоко. Чем удобно тароку? Мы прицепили птицу за тароку, там, волоком тащим по воде, без разницы, или перекидываем через плечо, она у нас в воде болтается, мы идем, ну, довольно-таки глубоко, идем по пояс, птица в воде болтается, в этом нет ничего страшного, она у нас вся с собой, то есть руки у нас всегда свободны, даже если будет какой-то налет, мы всегда можем выстрелить, повесив, допустим, на левое плечо, с правой руки можем стрелять. То есть это один из плюсов, то есть удобство переноски птицы на охоте. Это я вам привел один пример, когда мы в воде идем. Также удобно переносить птицу, например, мы охотимся в лодке часто, маскируем ее, добытую птицу, ну, добыли одну-две птицы, сразу зафиксировали, сразу зафиксировали. То есть, во-первых, она у нас не валяется под ногами в лодке где-то, не лежит где-то, потом она упала, там, мы ее не заметили, пропала. Сразу же зафиксирована на шлейке, она висит где-то на, например, на двигатель накинули шлейку на мотор, она у нас с одной стороны, с другой висит, или лежит где-то в сторонке, в ногах, не мешая. При этом мы всегда подошли к берегу, взяли ее рукой, перехватили, выгрузили, или закинули опять же на плечо и пошли на заимку, например, или на берег. Пришли, повесили на гвоздик, или на сук на дерево, и все это у нас висит. Опять же, немножко отвлекусь, мне, это чисто мое мнение, что не очень мне нравится, когда фотографируются там сбитые птицы, которые навалены грудой, или просто вот разбросаны, раскиданы. Я считаю, что это трофей, пускай это птица водоплавающая, но это все равно трофей, к нему нужно относиться с уважением. И даже если ты делаешь, допустим, фотографию, то эта фотография должна быть красива. Птица должна быть ровненько выложена, аккуратненько, голова под крылышко спрятана, или в данном случае она будет висеть на тороке, тоже будет аккуратно сложенная птица. Также можно сделать, будет красивое фото, перекинув тороку через шею, распрямив птицу здесь, таким вот образом сделать фотографию, или просто несколько торок держать в руках. На той же самой глубины охоты, на охоте, когда там добыча перечисляется десятками птиц, это будет актуально, к примеру. Ну вот, это одна из торок, кстати, ее тоже сделал Евгений, ей уже года три, наверное. Еще есть у меня торока, также сделанная Евгения, не по типу американских торок. Суть у нее в том, что здесь вот погон, и на краю погонов сделаны такие вот направляющие стальные, в которые просто засовываешь голову и укладываешь туда птицу, сколько она войдет в эту направляющую. Плюс той тороки был и есть в том, что ее можно вот таким образом задвинуть внутрь, вот так вот сложить, и получается у нас те направляющие внутри, и занимает она вообще минимум места. Эта торока, ее удобно использовать, я ее использую в охоте на голубя, а также на утку, потому что все же для гуся, у нее короткий погон, не очень удобно, и туда входят там три птицы, с одной стороны три-четыре птицы. Еще у меня есть вот такая вот торока, тороку мне подарили, когда я был в Америке на охоте, здесь даже написано USA, то есть такая брутальная вещь, подарочная, здесь написана дата, когда мы были в 2012 год, сделана она из такой толстой, толстенной кожи, здесь латуневые, латунные направляющие, кольца, карабины, то есть такая серьезная вещь, подарочная, довольно-таки тяжелая, ощущается ее вес, пропитана маслом, я так понимаю, потому что вот эти вот направляющие торочки сами, они жирные, довольно-таки. С одной стороны можно повесить шесть птиц, но максимально сюда я вешал 34 птицы, причем здесь всего 12 направляющих, как я это делал, да очень просто, раздвигаешь направляющую и вставляешь сюда просто по две, по три головы, все зависит от количества, но очень удобно иметь на охоте несколько таких торок, особенно когда ты идешь куда-то далеко, ну и вообще как бы в лодке, потом на выходе из лодки мы просто делим птицу, и каждому достается по тороке нести, очень удобно, все равно все же сюда вставить 34, допустим, гуси, это будет уже торок чисто для фотографий, то есть чтобы сделать фотографию, поднять, но 34 гуси это будет сложно нести на дальнее расстояние, поэтому целесообразно иметь несколько торок. Теперь мы переходим к той тороке, которую сделал Евгений у себя в мастерской, сразу скажу, что как и все другие изделия, эта торока сделана с душой, то есть у нее нет никаких как бы изъянов, то есть она сделана настолько качественно, ну как для себя, как говорится, сделана, и сделана она из цельного куска кожи, то есть вот этот вот кусок кожи, он целый, вот эти вот накладочки, они здесь сделаны для красоты и для дополнительной, для увеличения дополнительной жесткости при натяжении вот этих вот торочек, то есть она здесь прошита, но внутри идет цельный кусок, и плюс удобно за эти места, например, брать, торока довольно-таки длинная, то есть погон большой, я сейчас о нем расскажу немножко, почему он такой большой, это неспроста, опять же это на основе опыта, охотничьего все выстрадано, то есть вот это вот усиление, оно помогает вот в этих местах брать спокойно и поднимать птицу там на одной руке, перекладывать из лодки там в лодку или на берег, или в мешок для погрузки в машину, чтобы не испачкать салон, но таким образом, если мы здесь возьмем, то это будет очень длинно. Почему погон такого размера? В первую очередь это сделано для переноски через плечо или через шею, или через рюкзак. Каким образом? Через плечо, ну я уже показывал, мы перекидываем птицу и пошли, у нас там количество одинаковое, здесь количество одинаковое. Очень удобно. Но еще удобнее нести будет через шею, допустим, вот таким вот образом. Здесь птица у нас висит, и ты потихонечку идешь. Да, кому как удобно, например. Рассчитано для всех видов переноски, то есть через плечо, через шею, пожалуйста. Например, бывали случаи, когда мне было удобно нести рюкзак, я поднимаю клапан рюкзака, накидываю вот этот погон сюда на рюкзак, закрываю клапан, застегиваю, одеваю рюкзак и пошел. У меня птица висит по двум краям рюкзака. То есть это тоже очень удобно при переходах на дальнее расстояние и выносы птицы с места охоты. Что еще можно сказать о этой тароке? Тарока сделана, как я уже говорил, качественно. Сделана она с умыслом для охоты на водоплавающую птицу, а именно на гусей. То есть она выполнена из толстой кожи, кожа где-то 5 мм, фото-визуальная. Не буду мерять сейчас штангелем, но суть в том, что эта вещь такая довольно тоже брутальная и ее держишь в руках и чувствуешь в ней надежность. То есть она не порвется, не растянется. Также здесь петельки, выполненные на колечках, в эту петельку можно вставлять от одного до двух-трех птиц головы. Ну, собственно, вот что я хотел сказать. Заказать эту вещь можно, сделав заказ у Евгения напрямую. Связаться с ним можно будет в описании к ролику. Я дам ссылки, каким образом можно будет связаться. Это в Facebook или через хэштег в Instagram Pergama. Также я дам ссылку в описании к своему ролику. Ну, также ее можно будет купить в Москве. В некоторых магазинах она будет появляться. Я думаю, сейчас будут делать заказы. И в магазине SuperDuck тоже она должна быть. Ну, что еще вам сказать? Наверное, все. Пользуйтесь. Мне очень удобно. Мои все друзья пользуются староками. Тем более, на нашем российском рынке есть такая вещь, которая, я думаю, сгодится в вашем охотничьем обиходе. Ну что, до скорых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Кому интересно было, ставьте лайки. Это будет потенциалом для моих дальнейших съемок. Ну, также пишите комментарии, спрашивайте. Всем пока!